Сан-Франциско Калифорния Дома в Сан-Франциско Сан-Франциско, выросшего в конце 19 века На почве золотой лихорадки Как уже было сказано, очень хороши собой Единственное, что их, на мой взгляд, дико уродуют Это пожарные лестницы, выведенные на фасад Считается, что это традиционный элемент местной архитектуры Но мне они все время дико резали глаз Еще в Сан-Франциско, как, впрочем, и в Лос-Анджелесе Много нищих и полоумных Их никто не ограничивает решетками и стенами известных заведений И они мирно пасутся на улицах и площадях больших городов Это обратная сторона американского невмешательства государства в частную жизнь Тема двойственная Быстро, мимо музея современного искусства Построенного швейцарским архитектором Марио Ботто Идем гулять по даунтауну Единственному клочку города с небоскребами Немножко заблудившись, выходим к незапланированному еврейскому музею Вот она, карма А потом уже на Маркет-стрит Главную улицу центра В 1906 году в Сан-Франциско случилось жуткое землетрясение в 8 баллов Сначала город затопило Потом начались пожары, уничтожившие центр города на 80% Поэтому его застраивали заново в начале 20 века В разгар ар-декошной волны Сан-Франциско случилось В конце 60-х годов Сан-Франциско стал эпицентром хиповой революции Кипящим котлом музыки, психоактивных веществ, сексуальной свободы, творческой экспрессии и политики А пофигеем эпохи стало лето любви 1967 года Когда в район Хайт-Эшбери съехались тысячи хиппи со всего мира Чтобы праздновать любовь и свободу Создавая тем самым уникальный феномен культурного, социального и политического бунта И до сих пор Сан-Франциско остается главным голубым городом Америки Впрочем, особо в глаза это не бросается В отличие от небоскреба пирамиды Который бросается-таки в глаза практически из любого района города Который бросается-таки в глаза Следующая запись моей шпаргалки Знаменитая Ломбард Стрит Зюгозагчатая улица Рядом с русским районом Рашенхилл Зюгозага действительно чудесная По ней что ехать, что идти, скорость примерно одинаковая Причудливая изогнутость улицы Помогает скрасить 27 градусов наклона русского холма И снижает скорость проезжающего здесь транспорта до 8 км в час Несколько напоминает железную дорогу, ведущую на вершину Мачу-Пикчу в Перу Там так же А русским холмом это место называется? А вовсе не китайским, как вы могли бы подумать Потому что в 1902 году сюда приехали русские молокане И основали крупную русскую коммуну От Ломбард Стрит идем к Золотым воротам Мосту и набережные Несмотря на то, что мост является визитной карточкой Сан-Франциско Ничего архиизумительного в нем нет Единственная его ценность в большей степени инженерная, нежели эстетическая Построенный в 1937 году Он оставался до 1964 года Самым протяженным висящим мостом в мире Мостом без опор Идея создания моста, меж тем Принадлежит полуомному выходцу из Британии Провозгласившего себя в 1859 году императором Соединенных Штатов Нортоном Перк Через 78 лет идея уже не казалась столь бредовой И была осуществлена Жаль, правда, что мост не назвали именем Плаунца Ведь последней точкой восторгов у нас планируется парк Голденгейт Один из 200 парков Сан-Франциско Самый большой и самый известный К нему мы медленно продвигаемся сквозь богатый и очень красивый район Ричмонд В котором каждый дом вылизан и позолочен И возвышается гордо и пышно, словно торт Наполеона Впрочем, такие же аккуратненькие и хорошенькие домики Можно найти абсолютно везде по всему Сан-Франциско 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 Парк Голден Гейт Как и по любому американскому парку Бегает народ Народ бегает Всегда Все бегают как-то нормально С понедельника утром Парк огромен И видимо прекрасен Но нас остается на его просмотр всего час Мы уже точно не успеваем В тот самый хиповский район Ашберия И в парк Буонависта Это ужас Со знаменитым видом на город И мухой пролетаем по трети парковых красот Упираемся в японский сад И плотно зависаем в нем Вот и весь наш Сан-Франциско Не хватило как минимум полдня В 1935 году в японском садике Побывали Ильф и Петров И описали это посещение в своей известной книге Про одноэтажную Америку Этот сад подарила городу японская империатрица В нем все маленькое, пишут они Горбатые бамбуковые мостики Карликовые деревья И японский домик с завяженными бумажными дверьми В 1935 году в этом домике еще жил японец И если посетители пожелают Устраивал им настоящий японский чай Мы сидели, пишет Ильф Петров дальше В карликовой бамбуковой беседке И распивали зеленый душистый кипяток Который бесшумно подавал нам вежливый хозяин Когда мы почувствовали себя совсем уже на блаженных островах Неппона Наши спутники рассказали Что этот японец недавно погубил свою жену Он так мучил ее Что она облила себя керосином И подожгла Ой, Ильф Петров что-то везде видели Одни только кошмары Ильф Петров